О чем же говорят наши эмоции? Важно понимать, что нет хороших или плохих эмоций. Все эмоции важны. Условно говоря, можно назвать хорошими и плохими только лишь действия, которые человек предпринимает под давлением вот этих самых эмоций. Каждая эмоция несет нам информацию о том, что происходит внутри или вовне нас. Злость и раздражение помогает понять, когда ваши личные границы нарушены, когда вам угрожает опасность или же когда вам причиняют вред. Мы чувствуем злость, когда нам что-то не нравится, и это чувство мотивирует нас изменить ситуацию. Обида говорит о том, что этот человек нам не безразличен, но он не оправдал наших ожиданий. Мы обижаемся, когда мы чего-то излишне ожидали, чего могло бы на самом деле не произойти. Это внутренний запрет на злость и одновременно запрос на любовь. То есть мы хотим, чтобы нас любили, чтобы что-то соответствовало нашим ожиданиям, но что-то не происходит, и мы вроде бы злимся, но мы не можем эту злость проявить открыто. Поэтому мы обижаемся. Это такая пассивная агрессия. Смущение посылает нам сигнал о том, что сближение происходит слишком быстро, и стоит обозначить личные границы в общении. Чувство вины сигнализирует о том, что наш поступок противоречит нашим внутренним ценностям. Чувство вины делает нас более лояльными, чтобы искупить вину за допущенные ошибки. Зависть помогает осознать и сформулировать свои желания, которые мы часто даже и не осознавали. Важно лишь правильно считать потребность. То есть, например, если мы завидуем какой-нибудь дорогой шубе, то это не значит, что мы завидуем именно самому факту покупки шубы для этой женщины. Нет, шуба – это нечто большее. Это может быть потребность в любви, потребность в безопасности, потребность в роскоши, благополучии и так далее. На бессознательном уровне мы можем завидовать ощущению любви, которую получила эта женщина, имея дорогую шубу, ощущение безопасности, комфорту. То есть, сама шуба – это не просто шуба. Апатия сигнализирует о том, что слишком много чувств было подавлено, что многие потребности не удовлетворены, и человеку нужно время, чтобы восстановить силы. Грусть и печаль позволяют нам принять реальность такой, какая она есть и распрощаться с тем, что уходит из нашей жизни. Грусть показывает, что для нас действительно важно в жизни. Безразличие может быть одним из защитных механизмов психики, когда мы сталкиваемся с тем, с чем мы не хотим встречаться. Ревность. Ревность показывает нам уровень тревожности в наших отношениях и, возможно, отсутствие чувства безопасности, отсутствие доверия к партнеру. Напишите в комментариях, какая из эмоций сейчас существует в вашей жизни или, возможно, несколько эмоций, и согласны ли вы с тем, о чем только что узнали. Звучит gefunden. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...